В предыдущей записи я не все показала. Сейчас вот увидела коробка. Вот такие натуральную яблочки. Райские яблочки. Я вообще их очень люблю и это для зимнего декора сделано. В общем-то можно и я видела уроки как можно самой сделать. Вот такие яблочки. Но все-таки я взяла один пакетик для наглядного примера. Опять для зимнего декора вот такие вот шарики. Шарики диаметром один сантиметр. Здесь у меня микс. Не знаю куда он мне пригодится, но куда-нибудь пригодится. Вот тут у меня немножечко листочков искусственных. Зеленые, золотые. Вот такие вот серебряные. Больше ничего не забыла показать из этого. Мало нет. Итак, ну сейчас мы будем рассматривать серединки для шариков новогодних, для бантиков. В общем, для декора, где только возможно. Вот такие. Момы я уже показывала их. Везде у меня шерстинки. Дом кошек. Поэтому приходится постоянно что-то подчищать. Итак, у меня таких 10 точек. Вот. Я уже их показывала этот. Моё ведерко потрошила, но по одной. Очень миленькие. Мне нравятся цвета. Смотрите, голубой. Где-то 6, наверное, миллиметров в диаметре. Голубой. Цветы зари и золотой. Такие вот серединки, кабошины. Ну, это вот, я бы сказала, не очень уж хорошего качества. У меня есть лучше. Намного. Отличается, конечно, всё это по цене. А, подешевле взяла, подешевле вот вам получила. Вот такие вот. Серединки. Снежинки мы в прошлый раз не смотрели. Сейчас я раскрою. Пакетик. И покажу. Выглядят они вот так. В общем-то, я не довольна. Ещё один. Вот там у нас три. Вот такие вот серединки есть. Не подготовилась заранее, не раскрыть. В общем, вот такие вот полосочки. Вот здесь получше видно, как выглядит. Но это уже немножко другие. Так, тоже самое, что я показывала. Вот это вот уже другая цветовая гамма. Здесь очень красивая зелёная с голубым. Вот здесь вот просто чисто белая. Вот красная. Вот красная. Это у нас красная. Так. Здесь ещё один вид. Тут зажимы. Скорее всего они для бантиков будут лучше всего. Ну, таких вот очень много. И так посмотрим, что у меня в этом мешочке находится. А есть у меня вот такие вот кружева. Покажу я их вот таким образом. Они небольшие, овальные. И очень хорошо будет ими декорировать визитницы. Или буддарные книги. Или обложки для записных книжек. Вот есть у меня вот такая тесьма. Я уже её использовала в одном шарике. Серебристая. В новогоднем. Очень она хорошо выглядит. Вот здесь вот такая. Тесьма. Тесьма. Она ещё хуже. Тоже для шариков неплохо будет. Не очень хорошо то, что небольшие отрезки. Совсем небольшие. Скажем. Самое большое двоярда. Может быть. Это вот уже металлические. Адвесочки. Вот такая тушка тесьма. Тоже куда-то пойдёт. Она вот такая вот. Довольно богато выглядит. А это всё ведь нитки, и что прочее. ещё один. Ещё один вид такой же тесьмы. Вот так. Вот это вот купила опять же с подачи Леры нашивки. Называются нашивки. Очень симпатичные. Куда-нибудь пристроим. Такие вот красные. И чёрные. Уже взяла всю гамму. Продолжим возиться с тряпками. Вот такое кружево. Я бы сказала, это не кружево. Это кружевная ткань. Которую даже вот можно использовать как косылочку. Она довольно широкая. Здесь, по-моему, больше 20 сантиметров. Ширина. Вот. Ну, опять же, пойдёт на декор коробок для рукоделия. Допустим, их там для чего-то. Вот. И на бодуатную книгу, на обложке очень будет неплохо. Вот этот кусочек мне положили как подарок на Алиэкспресс. Ха-ха. Есть очень много у Натальи Сергеевой. У рукодельцы из Ярославля. Из Ярославля. Вот такая у меня есть кружеванная ткань. Вот такое богатое кружево. Нахватала я его для того, чтобы декорировать новогодние шары. Конечно, я ими буду заниматься, но не скажу, что я буду делать их очень много. Вот. Сколько-то сделаю. Сейчас, пока я немножечко себе даю волю чему-то новенькому получить, полениться. Такая вот пришла уже испачканная ткань. Вот. Видите, такие элементы красивые. Много их причём. Вот. Поэтому занимаюсь только то куклами, то пакетики. Сейчас хочу немножечко с кукольной одеждой позаниматься. На пол, на пупсиках шью. Одёжку вот могу показать уже сразу. Вот тут косичку пупсику запрели, чтобы не мешался. Вот это платье. Платье. Плащ. Плащ я. Пока ещё он у меня без застёжки. Покрасим тапочки. Она у нас будет. Типа снегурочки. И сделаю я ей ещё какой-то чепчик. Вот. 10-11 сантиметров у меня тут пупсик. Всего-навсего величиной. И на них шить идёжку тоже интересно. Пила Алёнке, дочке, ещё одного пупсика вчера. Так что будем одевать. Пускай моя деточка играет. Вот такая ткань кружевная. И тоже здесь есть не очень много здесь, по-моему, или ярд, или пол-ярда. Вот. И тоже, по-моему, она испачканная. Надо будет попробовать постирать. Да. Ну, такие вот плотные. Очень орнамент. Такие вот фрагменты. Хорошие. Так, в стороночку отложим, чтобы привести её в порядок. Не делать это последний мамик. Вот такая вот очень кружевая. Очень красивая кружева. Вот. И очень качественная. Не сказала бы я, что это слишком дорого мне обошлось. Тоже один ярд. И посмотрим, если что надо будет ещё покупать. Не знаю, конечно, что у нас будет после первого июля. Обещают нам сделать налог на ввоз. Будем делать растормушку. Как это будет всё? Никто ничего не знает. Вот сегодня надо будет на сайт заглянуть почтовый, потому что даже не знали, сколько будут брать процентов. Как-то я посылала посылку Беларусь в 2019 году, по-моему, и посылка застряла из-за того, что нужно было сделать растормушку. Вот такое кружево очень красивое, богатое. Вот. И оценила я эту посылку 50 евро, хотя там было намного больше товара. Вот. Смотрим следующий вот такой вот с пагетками. И тоже всё по одному ярту. там немало не сомнявшись взяли 10 евро с 50-ти. Вот. Вот такое вот кружево. Тоже богатое, тоже очень много фрагментов. Я же не хочу, что называется. покажу вот это. вообще прелесть, какое красивое кружево. Посмотрите, какая красота. Нежная. И вот. И я потом читала, что сделано это для того, чтобы во-первых, в Беларусь не ввозился импорт и не делали конкуренции местным торговцам их продукции. во-первых. А во-вторых, чтобы и вывоз у них там тоже дорогой вывоз продукции, чтобы собственный товар не уходил из страны. Но вот это мне окончательно насмешило. хотите, но эстонские допустим сладости, они на порядок выше качества, по вкусовым качествам выше белорусских. Вот. И по-моему это просто предлог. В общем, не буду я в эту политику вдаваться. Посмотрим, что будет у нас с этой таможней, с ценами. Может быть такое будет, что придется нам забыть про Алиэкспресс. А может быть и нет. Алиэкспресс. 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 Алиэкспресс.